Всем доброго времени суток, особенно подписчикам. Сегодня на обзоре у нас коробки для приманок различного размера и ремень для транспортировки спиннинга на плече. Сайт Алиэкспресс от производителя Kingdom. Все одновременно в кадр не вылезает, поэтому давайте по порядку. Покажу поближе качество изготовления и все размеры. В этом обзоре у нас будут коробки трех размеров. Начнем с самой младшей. 175 мм длина, 105 мм ширина и 38 мм высота коробки. Подробные размеры есть в описании на сайте для каждой коробки, поэтому каждую секцию, думаю, измерять вам не буду. Там все это есть. Верхняя секция из такого матового пластика выполнена, полупрозрачного. Застежка практически во всю ширину коробки. Вот таким образом выглядит верхняя секция. Разделена на три секции и, соответственно, 15 перегородок, которые вы можете установить перпендикулярно, по своему желанию. Под различные длины приманок, там, или под груза. Кто, что ее выберет. Петля у нас практически во всю ширину коробки, так же, как и засежка. К слову, пластик такой мягкий, качественный. Не знаю, как это видео передаст, но это не в стиле одноразовых коробок, которые можно встретить в магазине. Все выполнено довольно качественно. С другой стороны у нас противоположный, так же, такой же полупрозрачный черный пластик. И здесь у нас вставка из пенки. И есть такие прорези. Можно вытащить необходимое количество пенки под свою приманку. Ну, примерно компоновку я сейчас накидаю. Покажу вам, как это может выглядеть с приманками. Вот так я, для примера, скомпоновал вам верхний отсек. Как вы уже, наверное, поняли, из размера в коробке, эта коробка больше такая, ультра-лайт-лайт. Здесь у нас чебурашки с 1 до 8 грамм. По весам разложены 2-дюймовые приманки, 3-дюймовые приманки. Чтобы примерно ориентировались, какие размеры приманок сюда войдут. Соответственно, если ловите больше новоблера, можно также лайтовые воблерки свои раскидать, перегородками поделить между собой, чтобы не терлись. Перегородки, к слову, вставляются четко. Зазоров никаких нет. Ни между стенками перегородки, ни между крышкой. То есть, можно положить какие-то мелочи, вертлюжки, крючки, карабины. Думаю, пересыпаться из секции в секцию не должно. Вот таким образом можно скомпановать вторую секцию. Здесь у нас такие лайтовые колебалочки и джиг-головки. Но опять же, уже у кого на что фантазии хватит. Перейдем к следующей коробке. Она уже под приманки покрупнее. Размер 295 на 205 и на 62 миллиметра глубина. Она с ручкой. Также двухсторонняя. И вот такие двойные защелки на каждую сторону. Пластик точно такой же. Вот так выглядит коробка со всеми установленными перегородками. То есть, минимальные секции. Органировочные 35 на 55 миллиметров. Также все подробные размеры есть в описании на сайте. Вот так, чтобы вы ориентировались. И если убрать все эти перегородки. Соответственно, какие-то вы можете убирать, какие-то не убирать. То есть, разрезать как вам удобнее. Если все убрать. То получится здесь у нас 163 длина. Можно использовать под самые крупные воблеры, например. У этих длина у нас 153. В районе 153. Ну и, соответственно, кому под более мелкие приманки. Или под какие-то груза. Можете компоновать там, как вам удобно. Переставлять все эти перегородки. Как захотите. С этой стороны, соответственно, точно такие же защелки. И точно такая же секция. И вот таким образом выглядят петли. Опять я вам примерно скомпоновал. Чтобы вы понимали размер секции. Ну, чтобы вы понимали, самые большие приманки, которые сюда войдут. Так как разделить на более мелкие, проблем не составит. В этой секции 130-й с небольшой лопатой. Широкотелые по одному воблеры. Если тело поуже, можно будет по пару штук положить. 110-й по пару штук в эти секции входит без проблем. 90-е штучки по 4 влезут в одну секцию. Вот, например, более узкотелых приманок. 2 в одной секции. Ну, эти секции, я бы сказал, под 130-й диповый с большей лопатой. Или под больший размер, соответственно, приманок с небольшой лопатой. Рассмотрим третью коробку. Хотя я скорее бы сказал, что это не коробка, а чемодан. Примерно, понимаете, размеры 39 сантиметров длина, 28 ширина и 12,5 сантиметров глубина. Это действительно целый чемодан. Вот таким образом выглядят защёлки. Вот таким образом открываются. Такой же качественный пластик. По видео, наверное, сложно передать размеры. Но вы должны понимать, что ни в одну рыболовную сумку он не войдёт. Это действительно как отдельный чемодан. Ручка. И нижняя секция здесь расположена немного по-другому. Сейчас я всё это покажу. Вот таким образом у нас выглядит верхняя секция. Также разделена продольными перегородками. Поперечные можно убрать. Соответственно, регулирую размер. Очень глубокие. Давайте глубину вам покажу. По-моему, на сайте размеры все есть. Порядка 55 сантиметров глубина. То есть вот вам для ориентирования копия на Buster Jerk 150 миллиметров. Она здесь просто теряется. Здесь сверху можно ещё два таких же положить. Не говоря уже про общий размер под все приманки. Может быть интересно тем, кто ловит на крупные приманки. Крупный силикон, Jerky. Потому что у меня здесь очень много. Но опять же вы должны понимать, что это отдельный чемодан. В сумку вы его не положите. Потому что по видео, я думаю, это не очень понятно. Вот таким образом у нас скрывается вторая секция. Она у нас расположена под первой. Здесь у нас также перегородки продольные и поперечные. Здесь можно убрать всё полностью. Что вам необходимо убираете. Что нужно оставляете. И соответственно в нижней секции при желании можно хранить даже некоторые катушки влезут. Леска, какой-то инструмент, рыбаллон или что-то такое. Потому что места очень много. Надеюсь мне удалось это на видео показать. Теперь рассмотрим ремень для переноски спиннинга на плече. Сначала покажу вам качество поближе. А потом каким образом он одевается. Вот так он выглядит в сложенном виде. Давайте его разберем. В нижнюю часть у нас вставляется, соответственно, нижнее телевидение, ручка. Далее у нас идет вот такой механизм регулировки длины. То есть под разное удилище. Соответственно длина регулируется. И вот таким образом закрепляется также на липучке. И здесь соответственно удилище также закрепляется. Есть он в красном, по-моему, в оранжевом цветах. В описании посмотрите. И здесь еще одна точка крепления. Также на липучке. И кончик жесткий, такой усиленный. Куда, соответственно, вставляется вершинка удилища. И сам ремень. Который, как вы поняли, идет уже через плечо. Одевается ремень довольно просто. Удилище в сложенном виде. Вставляется в верхний защитный клапачок. Закрепляется первой липучкой. Протягивается вдоль удилища. Одевается второй клапачок. Подтягивается. Регулировочная лямка. И здесь она закрепляется. На необходимой длине. Чтобы было в натяг. И удилище, соответственно, не болталось. И вот таким образом. Оно получается закреплено. Таким образом выглядит чехол в собранном виде. Переносить спиннинг можно сразу с катушкой в снаряженном состоянии. И чтобы привести его в боевую готовность, достаточно просто разлепить два крепления. В этом обзоре я постарался подробно показать вам все размеры и качество изготовления. Проверить актуальные цены вы можете по ссылкам в описании к этому видео. А стоят эти товары своих денег или нет, каждый решится. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем не хвастань чешуи. Субтитры сделал DimaTorzok